Дом журналистов в Астане находится в одном комплексе с разными министерствами, напротив резиденции Аккорды, под боком парламента. Казалось бы, в середине инновационной столицы Казахстана не может быть проблемой с такой ерундой, как интернет. Видеоинженер Алмаз почти каждый день принимает заказы на монтаж. Самое сложное это смонтировать и самое простое – отправить. После того, как с отправкой файла не справляется технология четвертого поколения, Алмаз вынужденно идет и обращается к бесплатному Wi-Fi у подножия Байтирек. При этом официально Астана полностью во власти четвертого поколения связи. Скорость передачи должна превышать 100 мегабит в секунду. На левом берегу города будущего, как анахронизм и местная достопримечательность – одно единственное интернет-кафе. Между тем, чиновники с завидной чистотой зазывают казахстанцев получать госуслуги на портале электронного правительства. Этому правительству стукнуло 7 лет, потрачен не один миллиард национальной валюты. А жители самого продвинутого города страны в массе своей так и недооцифрованы. Про электронное правительство? Ничего. Не знаю, даже не слышал. Вообще ничего не слышал. Аппарат стоит в цонах везде по ИГОВу. Данные можно ввести, любую информацию можно запросить. Что говорит о живых людях, когда и роботам нечего сказать о власти, виртуальной власти? Ну, слышал, что есть. Слышал, что есть. Но он не портит. В это самое время живые, неэлектронные чиновники рапортуют, что до конца следующего года 4G накроет, если не все регионы, то уже точно все областные центры родины. Сомневаться не приходится. Это доказано Астаной.